Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами снова Крома, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру, подозваниваем Willian Heart of the Great War. Остались мы с вами в этом шахте, где опять нужна помощь кому-то, сейчас мы пойдем помогать, естественно. Ух ты, что-то там пахнуло сверху. Так, я вижу секретку, от меня она не уйдет. Что это такое? Это опять какая-то банка с чем-то. Что это такое? Это леденцы от кашля, ничего себе. Коробка леденцов откажет солдаты, подтвердивающиеся газовой атаке, страдали от воспаления, отдыхать на пути, использовали леденцы для облегчения боли. Жесть. Жалко, ребят, жалко, конечно. Птичка, ты задыхаешься? Блин, он умер, нехорошо. Что мне делать? Птичка, там как будто еще помощь нужна. Даже не знаю. Ого, как ты это угодил, интересно, в такую передрягу. Лол. Сейчас попробуем ему помочь. Я не знаю, правда, чем пока что. У меня нет кусачек, я же в принципе... Я могу тебя просто спустить. Нормальная будет помощь? Тихо, тихо, тихо. А, что-то падает. Ну, вроде все в порядке. Так, вот вроде с такой высоты тебя можно спустить. А, она поднимается. Я понял, не получится ничего. Я не успею даже, если захочу. Хорошо, тогда мне нужно что-то... Что-то новое. Что-то чем... Но пес не сможет. А, подожди, может, сможет на самом деле. Дай попробуем еще раз. Так, давай-ка сначала спустим тебя, парнишка. Так, пес. Иди, бери его. Спасай. О, хорош. Так, так, отлично. Просто отлично. Здорово. Как себя чувствуешь? А, спасибо, парнишка. Да, пожалуйста. Какие проблемы? Туда мы уже не пройдем. Да, это ты верно подметил. В ту сторону. Ну, там тоже так себе, на самом деле. Там тупик, по крайней мере, был. Я не знаю, может, что-то изменилось? Ага. Понял. Хорошо. Отлично. Дальше я. У меня лопаточка специально для этого есть. Я прям прирожденный копатель. Онлайн. Так. Механизм. Нужно вперед. Песель не сможет. Я могу доставить пса туда. Смысл в этом пока не есть. Ну, давай это сделаем. Подожди, а что, она не так работает? А, ты меня доставишь? Ну, ладно. Спасибо, чувак. Добрый тебе. Я тебе помог, ты мне помог. Как говорится... Ух ты, а это что такое? А как я это говно уберу? Слышишь? Она не копается. Никаким образом. Плохие новости. Там пипец впереди, чувак. Я не знаю, что делать. Давай ты меня обратно, пожалуйста. Я могу пса отправить туда. Слышь, пёс. Пёс, пёс, пёс. Сюда встань. Короче, ладно. Я понял. Это бесполезно. А что тогда делать-то, блядь? Тут нет ни шашек, ничего. Спускаться вниз не получится. Вверх некуда. А, я его, наверное, должен переправить. Он же все взрывает. Лол. Еще я туплю-то. Я думаю, он, он типа останется здесь почему-то. Но... Я очень сильно ошибался. Ты мне еще пригодишься. Пошли взрывать будешь. Спасибо, говорит. Да? Какие проблемы? Давай дальше. Ты должен будешь вот эту штуку подорвать. Сможешь? А, толкайся. Ничего себе, мы с тобой жесткие. Давай. Бабам. Нормально справились. Подъем наверх. Впереди Франция. Сверху. Да, пожалуйста. Нормально мы с тобой сработались. Увидимся. Ух ты, блядь. Немцы. А вы это что здесь забыли? Надо дерьмо. Не подниматься, говорит. А ну свой. Он говорит, он мне помог. Он нормальный парень. Иди наверх. Договорился. Хе-хе-хе. Нормально. Здорово, ребята. Нужно груз перевезти. Что? Где я возьму твой груз? Ты. Я помог в шахтам. Теперь он говорит, иди за грузом. Ну что за человек, блядь. А почему это я все делаю? Скажите, пожалуйста. Какой нахер вообще груз? Я когда спускался... Ага, груз слева. Понял. 14 мая 2016-го Кута, Франция. Ну это мы уже как-то с вами видели. Так. Че ты лаешь? Я вижу на той стороне вот эту штуку. А как нам достать-то ее? Нужен ключ. Квадратный. Ты знаешь, где ключ? Я думаю, что нет. Так. Интересно. Давайте почитаем. Факты. Вокута и подземная минная война. Под холмом Вокута расположена западная ферна. Завернулась настоящая подземная война. Каждая из боюющих сторонок от страны старалась подвести тоннель под сооружение противника. Зачастую инженер... А, они разламывали все. Ничего себе. Из-под земли. Прикольно. Так. Спускаться мы не сможем. Собака опять не достанет. И опять я в ебаном тупике. Кстати, вон ключ сверху, который мне нужен. Но мы можем вот здесь спуститься. Так. Тут у нас что-то закрытое, бесполезное. Собака. А где собака-то? Собака мне сейчас пригодится. Слышь, пес, ты где? Где я его потерял-то? Сюда иди. Где собака? Вот сюда иди. Песель под землей вообще не соображает. Да иди, иди туда. Это правильно все сделал. Венцо я возьму. Ты же не против, правда? Так. Стой здесь, наверное. Сейчас я посмотрю, что у нас здесь. А у нас здесь, блядь, это медалька какая-то. А это британский солдатский жетон 15-го года. Британский солдатский жетон претерпел несколько змеев. В начале войны солдатам выдавали алюминиевые диски, но из-за огромного количества добровольцев производители и граверы не могли угнаться за спросом. На них алюминиевые диски заменили на красные жетоны из вулканизированного стекловолокна, чтобы решить проблему у неопознанных трупов. Понятно, для чего. Интересно. Пес, стой здесь, пожалуйста. Вот здесь. Не, ну не будет стоять. Пес пойдет со мной. Ну, предположим, мне нужна бутылка для чего-то. Я не совсем понимаю. Может, пес? Подожди, пес, 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 пес. Я могу, типа, вот это... Ааа. Скорее всего, вот так вот. Ага. Понятненько. Пошли дальше. Пес мне пока не сильно нужен. Собственно, и хорошо. Смотри, наши ребята. Снизу их сверху. Что расскажешь? Груз. Ну да, груз, блядь. Что я сделаю это с этим? Так, пес, этот вход для тебя. Не представляешь. Сейчас ты будешь... Так, не-не-не, я пошутил. Я пошутил. Косик, давай-ка обратно. А вот что делать нам впереди? Я не знаю. Ну, типа ты пролез туда. А сделать ты ничего не можешь. А, ты с... Ааа. Бери. Пошли. Кошмар. Мы так близко с противником, оказывается. Давай сюда. Хороший пес. Хороший, хороший. Ну, вот теперь, вроде бы мы исправились с этой нелегкой задачей. На самом деле, легкой. Вот это довольно легко. Но я чувствую, это пока только начало, блядь, еще. Сейчас нам еще придумают какую-нибудь охерительную задачу, с которой мы будем очень долго справляться, как это обычно происходит. Так, вот здесь находится то, что мне нужно. Ставим ключик. Вот он, груз. А мы его должны доставить прямо самым туда, что ли? Сначала я возьму, естественно, секретку, которую я видел и не мог взять. А это хрен знает что такое. Давайте посмотрим. Это траншейный фонарь. Ага. Складной фонарь, который можно было хранить в вещмяке. В вещмяшке внутри помещала свеча, которая благодаря конструкции фонаря не гасла на ветру. Интересно. Груз наверх я доставить никак не смогу. Его нужно только, видимо, по этим парельцам катать. Сейчас он сам, кстати, поедет. Успешно. Так, опускаем. Давай, катайся. Ну, катайся, блядь. Ну, я думал, будет все проще. Ну, давай, давай. Тяжелый труд. Все перетрут, как говорится. Так. Может нам, кстати, его вниз спустить? Куда вот этот груз нужно нести? Рельсы, блядь, длинные. На секундочку. Не знаю. Они хотят взорвать то, что под ними находится? Там мой друг. Я сделал свое дело. Там, наверное... Еще динамит, да? Да, еще динамит. Ты смотри, сколько динамита. Ни хера себе. О, господи. Они сейчас только... Ом, боже. Они там... Они убьют моего друга. Вот это нехорошо. Я бы не хотел этого. Французские офицеры гордились большими вражескими потерями. Но взбешенный Эмиль отказался от награды. Произошедшее он считал актом трусости. Угу. И все же Эмиль с Фредди были рады. Они спасли отца Анны, вырвав его из лап барона. Его научный дар больше не использовался во вред людям. Хороших новостей было мало. О них хотелось думать подольше. Но от Анны пришла страшная весть. Хороших новостей был убит при попытке побега из лагеря военнопленных. Увели? Ни хрена себе. Узнав о его смерти, Эмиль впал в отчаяние. Пять дней ранее в лагеря военнопленных. Он побежал, а его догнали. А нет, меня еще не догнали. Меня преследуют. Может на самом деле я выжил? По сути это просто для всех я мертв. Блять, я не могу. Надо быстро сюда. Ааа, бежать внизу. Хер ты с ним, пускай там развлекаются. Я не знаю куда дальше, все. Блять, 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 не буду спрятаться. Только здесь. Они ищут меня. Некуда деваться. Сейчас спустится, пиздец. Кажись отвалил. Получилось. Ага, они сами все продеты. Это моя дежурка, это лагеря военнопленных Франция. Что, ребята, блять, нормально меня нашли? Так себе у вас получилось это. Так, окей. Еще одна штука. Так, давай. Тут, 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 тут. Бегающие, тысори, они все, они все уже готовы, блять, просто меня убивать. Но я пошел дальше. Мне просто, просто все на взводе сейчас. Ого. Так, надо ждать, чтобы... Я не знал, я не видел его, черт потери. Он так хреново встал. Ладно. Так, сначала, значит, этот ненормальный будет бегать. Его можно, кстати, вырубить. А не, не получится. Прямо под фонарем бегает. Так, значит, мы пробегаем чуть-чуть дальше. И вот здесь надо быть аккуратнее. Так, вот он убежал сейчас в другую сторону. Так, это сейчас посмотрит в эту сторону. Отвернется. И надо бежать быстро. Оп, вот все. На самом деле не так сложно. На болото. О, блядь. Так, тихонечко, тихонечко, тихонечко. Все, ты еще с обратно пойдешь? Ага, я понял. Так, 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 так. Отвернулся. Пошел сразу же в жопу. Со своими фонарями. Готово, бежим, блядь. Отлично. Вот это побег, а? Вот это побег. Откуда они, кстати, жетон взяли? Наверное, я его как-то обронил. Или еще как-нибудь. Ну, по-любому, я не мог умереть. Они не дадут мне просто умереть. Бать, как же долго открывать? Что за дверь такая интересная? О, боже, забейте. Я шучу, я шучу. Все, 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 ребята. Домик на дереве, домик на дереве. И что вы будете делать, интересно? Опять резать, что ли? Свои же ограждения? Ага, можно еще выше подняться. Ну, ладно, пошли наверх. Яблочки золотые. Почему-то я не могу просить их взять. Они прям засветятся, как будто их надо брать. Ну, возьми, ну. Ага. Опа. Идите, похавайте. Ну. Че, кто это сделал, действительно? И что вы там с этими яблоками будете делать? Смотреть на них, что ли? Ну, ладно, смотрите. Кто вам мешает? Я пойду направо схожу. Мне надо закончить открывать эту дверь. Наверх, наверх, наверх. Боже, какая дурацкая система, блядь. Нельзя было просто дверь поставить деревянную. Это же какая-то вонючая изба. В конце концов. Так, что у нас здесь? Ммм. А это, на секундочку, армейская переписка. Особая открытка, которую солдат использует для внутриармейской переписки. Понятно. Так. Внутри мы ищем неизвестно что пока что. Кусачки. Ой, блядь, солдат. Черт, солдат. Так, что у нас есть? Какая-нибудь переправа? Ага, есть. Отлично. Какие интересные дома у них. Зачем интересно это такое? Ладно, неважно. Видимо, они там с золотыми своими яблочками наконец-то разошлись. К чертовой матери. Это хорошо. Надо быстро сейчас будет рвать эту сетку и бежать ко всем чертям. Давай, 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 давай. Все, бежим. Сломались мои кусачки. Что они там говорят? Я не понимаю. Я так думаю, надо будет спускаться. Ага, я так и знал. Просто так и... Оп. Отвердись. Отлично. Задрали уже. А вот этот фонарь не потушить. Его можно только... Блин, мне надо будет каким-то чудесным образом достать бутылку, потому что... Блядь, я забыл про тебя, чувак. Привет. Нормально. Короче, что я хочу сказать. Нужно каким-то образом взять эту бутылку, эту бутылку разбить там по-любому будет. Потому что иначе никак. Ты же сюда не идешь, ты идешь сюда. Тихо, 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 тихо. Базь, он дальше идет. Ну что ты за человек? Пока вот так постою. Сейчас ты обратно пойдешь, естественно. Вот так вот. Тихо, 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 тихо. Оп. И вниз. И вниз. Так, сейчас этот отсюда уйдет и мы дальше пойдем, собственно, да. Так, тут ничего. Тут парень стоит. Ну, он типа мне не подошел. Оп, сломалось. Кто это сделал? Никто это не сделал. Ничего не знаю. Я пошел дальше. Это явно не я. О, пугало. Может спрятаться в пугало? Все, я пугало. Тихо, 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 тихо. Блядь, они соединились. Я пугало. Я пугало. Блядь, а что делать? За пугалом можно спрятаться или что? Ну, вот поставлю я пугало. Да, за ним прятаться можно, я понял. Так, 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 так. Оп. Я за пугалом. Иди отсюда. Отлично. Берем пугало и идем дальше гулять с ним. Это вообще как будто минное поле. Блядь, пугало. Спасибо, меня. Такс, блядь. Вот это, вот это побег, а, не находите? Как, как он играет, а? Как он бежит от них? Просто невероятно. Тихо. Отлично. Пошли, друг. Дальше с тобой. Я тебе буду нести до конца. Так, все, пугало. Ты, ты, ты свою задачу выполнил. Спасибо тебе. Очередные... О, овцы. И что это мне делать-то с этими овцами? Будете меня прятать. Я сегодня в вашем стаде. Один из новичков, да? Тихонечко, тихонечко, тихонечко. Мееее, я тоже притворюсь. Аккуратно. Тихоньку, блядь. Меее. Я всего лишь овца. Да, они тоже повторяют. Блядь, остановилась. Тупая овца, я без прикрытия. Че делать-то? Вот ты меня будешь спасать. Давай. Если не ты, овечка, то уже меня никто не спасет. Давай, 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 давай. Остановилась. Так, надо теперь вот с тобой спрятаться. Пошли, 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 пошли. Давай, 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 давай. Аккуратненько. Все, овечка, спасибо тебе большое. Просто бежим, блядь, сломян голову. Тьма какая сильная. Я ничего не вижу, кстати. Солдат. Еще солдат. Они, они пускают в свет. Понятно. Это не очень хорошо. Солдат меня не увидит. Быстро, 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 быстро. Опа. Ага. Где он? Нет его? Идите к черту со своими фонарями гребанными. Я не вижу. А, все, спрятался. Хорошо. Так, я уже не спрятался. Ждем. Здесь посидим. А я... Секретка. Быстро, 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 быстро. Все? Больше не будут этих дерьмовых светов. Ну, хорошо, за светов. Замечательно. Наконец-то я убежал. Ай, хер, там я убежал, естественно. Они там бегут за мной. Нет, со штыками, блядь. Ненормальные. Быстро в амбарчик. Так, штык-нож. Привет. А, ты сюда прибежал? Так. И что делать? Умер. Ты умер? Ааа, я понял, что я сделал. Я поменял. На самом деле умер-то не я. А умер он. Так я и думал, что что-то не так. Что-то они изменили... Что-то, ну, непонятно. Это вот теперь старичка будут за меня принимать. Я погиб, а он выжил. И убежал. Я вообще закро... Отлично. Карл, ты здесь от 14. Смекалка. Вот как это называется. 15 сентября 1916 года. Кровавая битва продолжала бушевать на Соме. Всего в ней погибнут 206 тысяч британцев. Охренеть. Фредди доверили новейшее оружие. Оно должно было изменить ход войны, буквально завязшей в грязи. Интересно. Но барон фон Дорф тоже жаждал этой битвы, намереваясь проявить себя. Угу. И каким же интересным он. 1916 год. Флер. А Франция? Это же танки, которые в Баттлфилде были. Ну, поехали, гадь. Баттлфилд-1 пошел такой. 2D-шный. Танк Марк-1. Танки, разрабатыванные условием строгой секретности, были названы как танк, бык, цистерна. И с соображением запасности нужно было скрыть от вражеских шпионов истинное назначение этих машин офицерам. Документах говорилось лишь об устройстве транспортировки воды русским бойцам. Первая модель танка, называемая модель 1, при появлении на поле боя оказала сильное психологическое воздействие на противника, когда боевые машины достигли вражеских траншей. А я, наверное, вообще там, битва при Соме. Ну, прочитайте, если интересно. Свертолюад. Ну, он еще не сделает. Держитесь за ним, и все нормально будет. Главное, не отступайте от брони. На самом деле, это же чуть ли не самый первый танк, насколько я знаю, в войне использовавшейся. Немцы вообще в полном офиге, наверное. Что это вообще такое? Да-да. О, бомбы. А вот это плохо, на самом деле. Не попасть бы, бля, попали. Горим. Ну, ничего. Водичка потушим, наверное. Чуть-чуть. Еще один летит. Держимся. Ох, блядь, скосило, ребят. Жаль. Жаль, ребят. Ломаем эти, чертовы, стены. Кто их тут вообще понастроил? Еще. Блин, я не умею уклоняться от этих бомб. А, я... Вот что я умею делать. Не, ребят, идите-ка вон нахер со своими... Пошел вон. Я и так уже горю. С меня хватит. А я думал, он только вперед умеет стрелять. Я не знал, что у него, кажется, есть угол наводки какой-то. Прикольно. О, сумбиц. Блядь, не, вот эти пушки меня могут убить, на самом деле. Они, собственно, это и сделали. Они убили у меня машину. Но меня, меня никто не убьет так просто. Я так просто не сдамся. Я понял. Забыли. Там нельзя быть пока что. Сейчас подождем. Бубухнет, нет, там уже? Бубухнуло. А почему я умер? Ну, потому что могу. Вот почему. Ладно. Так, туда мы не пойдем. Он там взорвал, нет ее? А, я поджигаю уже. Я жду. Ага, все. Вот теперь я отойду, пожалуй. За броню, за свое, обратно. Здесь подождем. Пять, почему я убил, лол? Что, блядь? Кто? Если я побегу за ним. Ну, как вариант. Он же бежал в сейф, правильно? Или можно потушить ее? Вот оно, че, блядь. Вот где собака-то порылась. Ничего себе. Ладно. Это что такое? Какая-то телеграмма из Новой Зеландии. Родился мальчик. Брайан. Мать, сын в порядке. Скучаем. Понятно. Почему так много тачекает? Это точка, что ли? Очень интересно. Так, ладно. Берем вот эту штуку под названием Мина или Раната и кидаем ее вот сюда. И уходим, желательно. Берем еще одну с собой. Так, хорошо. У нас есть возможность приподняться сейчас будет. Там какая-то дырка или это лужа? Нет, это лужа. Зачем мне сюда? Странно. А, я отсюда могу кинуть в них. У них такая интересная дырка здесь. Оп, привет. Вот и все. Теперь я смогу спокойно пройти здесь. Да, вперед, ребята. Я еще и вам путь освободил. Вообще без проблем. Возьму с собой еще одну. Классная штука. Зачем сколько здесь динамида. Кошмар, блядь. Что они здесь пытались устроить? Давай, давай, ребята, веселее. Нападаем на этих ублюдков. Хер ли они там о себе думают. О, можно у меня еще один танк? Ой, меня танков дают. Еще один попользоваются. Отлично, ребята, давайте. Главное, из брони пытайтесь не выходить старайтесь. Потому что плохо для вас кончится. Пошел вон, не трогай моих ребят. Бля, все равно скосил. Но одного оставили. Так. Укреп. Одна укреп. Но ей хреново сейчас будет. А ей, по-моему, уже все. Одного выстрела было достаточно. Самолет, я понял? Готов. Держись. Все нормально будет. Я постараюсь тебя засейвить. Так, еще один. До свидания. Готов этот сынок. Так. Брать не успел. На, попались, суки. Ну ничего. Дмимся. Нормально. Жить будем. Один раз можно и промахнуться, правильно? Еще один. Я понял? Не дам тебя. Все нормально. Держись. Вперед. Что там? Ооо. Это танк. Это вот это противостояние. Бабам. Он в меня. Я в него. Минус моя пушка. Ах ты, сукин сын. А это ты. Ну давай, блядь. Кто кого. Что ты прячешься там? Что, мы тараниться будем друг друга? Ого. Вот это да. Бабам. Но у него танк покрепче выглядит, как будто бы. А может ли тут... Ооо. Пошла. Ооо. Яй. Что? Откуда я знал? Мимо нахуй. На. Мимо. На. По голове. Опа. Еще тебя зарядил. Ну туда. И бэм. Аперкот. Наконец. Прям-прям. Ждал этого. Из-за множества промахов и проигранных боев, Барон фон Дорф был разжалован и отправлен в тыл. Что для него было хуже смерти. А он типа не в плен к нам попал? Я его только что избил. Че за дичь? 18 января 1917 года. Прикованный к постели Эмиль уговорил Анну съездить в Сен-Миэль, чтобы найти Мари и рассказать ей о смерти Карла. Анна тут же отправилась в путь. Но не тут-то было, блядь. Потому что сейчас будет встреча. Я так понимаю. 39 километров до Сен-Миэля. 18 января 1917 Франция. Ух ты, блядь. Нормально там ребята гуляют. Дневник. Зима. Зима была очень тяжелым испытанием для солдат, находившихся в траншеях, в окопах. И в это время годы главными врагами бойцов становились проникавшие повсюду холод и сырость. Температура воздуха на западном фронте очень часто опускалась ниже нуля. Многие бойцы попадали в лазарет с сильными обморожениями, приводившими к ампутации. Приходилось постоянно думать о том, как сохранять ноги сухими. Ум, девочка с Юрсом... Девочку обижают, пёсики. Ох, блядь, пёсики. Я помочь, к сожалению, ничем пока не могу. Мне холодно вообще-то. Ой, опять они возвращаются. Ой, а что делать? А мне прятаться негде. На, ребят, привет. А куда мне деваться-то от вас? Интересно. Угу. Ну тут я могу спрятаться, а там-то таких оград не было. Ну типа проехали, хорошо. Может как-то надо помочь было девочке, тогда бы всё разрешилось. Вот типа как я помогу? Я же не могу здесь остановиться и ничего сделать. Типа бесполезно. Вот тут вот снег. И чё? И ничего. В итоге я ничего не смог. Бить я не могу, использовать не могу. Хотя не возвращается. Что делать? Вот сюда. Оп. Нет меня, ребята. Девочка её пропала, говорят. Где её девочка? А эти ребята стоят, дайте слушать, вместо того, чтобы помочь гадебилу. Игнать. Сейчас я помогу ей. Но я не в девочку кидать же буду, правильно? Палку-то. Женские псы. Пошли вон. Не попал. Девочка, мне придётся всё-таки в тебя кинуть. Извиняй. Не получается. Зачем тогда мне это нужно? Там снег подсвеченный. Но типа я чё-то так думаю, что это бесполезно. Куда я должен кинуть-то в итоге? Чтобы эти ребёнки... Может в них кинуть? Да нет, тоже как дичь звучит. Но попробуем в этот снег. Нет, вообще всё равно им. А-а-а, я дурак. Простите меня. Я должен был сделать вот так. Привет, пёс. Как насчёт, блядь, отвалить от девочки, а? Идите вон за палкой за своей. Иди беги быстрее к своей маме. Только меня не сдай, пожалуйста. Ой, блядь, сейчас сдаст меня. Ага, готово. Эти отвалили. Ну и слава тебе, господи. Тяжело, тяжело. Спасибо большое. Ой-ой-ой. Идите-ка на лестницу. Надо прятаться. Кого-то ищут меня, наверное. Надо быстро наверх. Там, надеюсь, есть какой-то выход. А, это на крыше. Отлично. То, что нужно. Сейчас пойдут обыскивать дом, я уверен в этом. Они ищут меня. Угу. Как бы, блядь, не так. Так, вот, а, кстати, переодеться можно будет. У меня не видят же, да? Слышь. Оп. А кто такой? А я уже дозыбный другой парень. На секундочку. Пойду-ка я прогуляюсь. На-на-на. Я так мимо прохожу. Здравствуйте. Я, получается, в... Так, давай-ка мы все-таки все равно здесь постоим, да? Чтобы им не попадаться. Ну, их нахуй. Мне в любом случае не очень нравится. Пошли дальше. А ребята такие себе не очень дружелюбные. Голодный, ослабевший Карл, понял, что не увидит Сен-Миэль. Сил почти не оставалось. Но тут судьба расщедрилась. Е-э-эй! Воссоединение. Когда до Сен-Миэля осталось 30 километров, надежда вновь их покинула. машина что за жизнь блять все ломается колесо пробило наши другие подписчики давайте пока что мы с вами на этом остановимся продолжим уже с вами следующей серии с вами был кромал ребят всем спасибо за внимание всем удачи всем пока